Занятия в спортивной школе «Нефтяник» приостановлены до конца года. Напомним, этот запрет начал действовать в 2020-м, когда в Югру и наш город пришел коронавирус. И пока «Сургутнефтегаз» решил ограничения не отменять. Об этом нам рассказал президент Муниципальной Федерации Футбола Данил Кравчук. Во время интервью с ним мы также затронули профильные соглашения, которые призваны сделать игру с мячом еще популярнее в нашем городе. Об одном из них недавно рассказывал Олег Ваховский, генеральный директор компании «Газпром Трансгаз Сургут». Документ подписан с футбольным клубом «Зенит». Он включает мастер-классы для спортсменов и тренеров и обучение специалистов. Еще одно соглашение Югра подписала с Российским футбольным союзом в 2020 году. Один из пунктов – это увеличить до 2024 число футболистов в нашем регионе до 26 тысяч. Еще один – построить специализированные объекты. Что уже предпринято по подписанному соглашению? Что, по мнению руководителя Сургутской футбольной федерации, необходимо предпринять и когда? Подробности из первых уст через 5 секунд. «Газпром Трансгаз Сургут» будет сотрудничать с Академией футбольного клуба «Зенит». 3,5 тысячи детей сегодня занимаются в нашем муниципалитете футболом. Один из самых популярных видов спорта в мире. Данил, что это соглашение даст нашим юным спортсменам, которые уже посещают секции? И, возможно, тем, кто только задумывается о том, не купить ли бутсы, не купить ли бело-черный мяч и не выйти ли на зеленый газон? Ну, безусловно, это подогреет интерес. Как минимум, воспитанникам школы «Факел», которая подведомствована компанией «Газпром» у нас в городе, будет определенным мостиком, наверное, еще одним связующим звеном непосредственно с основным, так скажем, флагманом российского футбола, с клубом «Зенит», который, ну, не секрет, да, он лидирует уже не один год. И понятно, что, в принципе, бренд «Зенита», да, он привлекает внимание. Думаю, что, так или иначе, талантливые дети, которые у нас появляются в городе, они при определенных обстоятельствах, при желаниях родителей, тренерского состава, там, руководителей, там, агентов, менеджеров и так далее, они все равно найдут тот вход, да, в большой футбол, да, в профессиональный футбол, он там распределяется еще на несколько видов, да, там, футбола, безусловно. Ну, считаю, конечно, это хорошо, что руководство «Газпрома», в первую очередь, они лично, то есть, меня что порадовало, да, это Олег Ваховский, который поехал к руководству «Зенита», заключил соглашение, это первое лицо, да, у нас в городе, которое возглавляет компанию, и отрадно, что первые лица таких компаний, городообразующих предприятий, хотят влиять на изменения, хотят, чтобы действительно о Сургуте слышали, что появились какие-то дополнительные возможности, конечно, это хорошо, и если у нас таких руководителей будет больше, которые привлекают внимание, находят эти точки роста, взаимодействия по развитию нашего любимого вида спорта, футбола, там, популярного в стране, в мире, то, конечно, это будет, безусловно, успехом, развитием для детей, любой, любой шанс и любое вот такое соглашение, я считаю, что это хорошо. Соглашение, насколько я понимаю, в основном предусматривает обмен опытом, там, мастерство обучения, да, там, тренеров, юных спортсменов, себя показать, других посмотреть. Наша Югра заключила несколько лет назад соглашение с Федерацией футбола России. Вот что изменилось с того момента? Вот насколько, в принципе, заключение соглашения равно новой возможности? Ну, любое соглашение, оно подразумевает, на самом деле, плодотворное общение всех, там, двух, трех сторон, неважно, да, сколько сторон заключили соглашение, они должны взаимодействовать. Сегодня у нас есть общение прямое с Российским футбольным союзом, есть общение с Департаментом спорта, с Федерацией округа Югры. Соответственно, пока вот все на стадии переговоров, да, но я, как функционер спортивный в нашем городе, да, я человек, который действительно что-то делает и хочет развивать, я каждый день прошу и требую и привлекаю внимание к этому соглашению, потому что годы идут уже, так скажем, время летит, но по факту мы еще к действиям пока не перешли. Вот только все на стадии разговоров. Хочется, конечно, привлечь к этому соглашению еще больше внимания, и, может быть, сейчас наш диалог тоже как-то немножко спровоцирует снова все стороны, в том плане, что по этому соглашению нужно двигаться и отрабатывать по пунктам, которые там есть. Я думаю, Наталья Владимировна для этого и заключила, чтобы и чиновники начали активно в этом плане тоже что-то предпринимать, и РФС у нас узнал, опять же, да, что есть желание и так далее. Что касается РФС, Российского футбольного союза, они очень хотят, так как в Югре никогда не было никаких подобных проектов, в Югре они помогают развивать инфраструктуру, тоже у них взаимодействие в плане обмена опытом, обучение тренеров, то есть они готовы на какую-то предподготовленную инфраструктуру, дать искусственный газон, допустим. То есть вот в этом направлении мы ведем диалог. Открытие центра для футболистов от Российского футбольного союза, который будет сертифицирован Российским футбольным союзом. Есть определенные критерии, которые нужно выполнить там. То есть мы сейчас вот этим вопросом занимаемся. Но самый важный вопрос – это, конечно, наличие инфраструктуры. То есть инфраструктура, которая сможет круглогодично давать возможность заниматься футболом. Мини-футбол – это самый популярный вид спорта у нас в регионе, потому что регион с такими климатическими условиями, но еще в целом мы северная страна, у нас понятно, что нужно создавать условия. Ближайший манеж – это у нас в Екатеринбурге. То есть дальше за Уралом нет манежа, нет условий для футбола. Соответственно, я сейчас изучаю вопрос тоже в том плане, чтобы нам в Сургуте была возможность построить манеж. Манеж, который даст возможность круглогодично заниматься футболом. Я не прошу там большой, то есть я не делаю акцент на стандартный футбол. То есть можно сделать среднее поле 90 на 60, 40 на 60. Чтобы навыки не терять. Позволит детям до 14 лет заниматься футболом. Соответственно, потом мы можем этих воспитанников дальше передавать, условно говоря, в Екатеринбург, Тюмень, Москву, Питер. То есть это будут готовые футболисты. Как по такому пути пошли многие клубы, европейские, тот же Аякс, допустим, они готовят футболистов, потом их профессионально в профессиональные клубы передают. Соответственно, тут есть и коммерческий интерес, и известность школы. Российская школа – это Чертаново. То есть муниципальная школа, которая готовит футболистов. И сейчас они играют, очень много уже их воспитанников, выходцев, играют в профессиональных клубах. То есть никто не просит создать футбольный клуб профессиональный. Это большие деньги, мы все это понимаем. Но для детей, в первую очередь, до определенного возраста это сделать можно. И у нас есть прекрасная, предподготовленная инфраструктура. На базе Ледового дворца есть поле, которое можно по каркасно-тентовой тоже конструкции, либо по быстровозводимой это футбольное поле перекрыть, сделать АБК, там есть, я думаю, что инженерные условия все. То есть большая территория, и, в принципе, там объект прекрасно встанет. В районе железнодорожников тоже есть лесопарк, где территория подведомственна также спорту. Можно разместить такое объект. Стадион «Локомотив» бывший? Ну да, раньше это был стадион «Локомотив», до момента передачи его в город, в муниципалитету, когда он был у железнодорожников. То есть и вообще исторически, там в футбол раньше играли, и я был юношей, мы там, условий не было никаких практически, мы там в лужах играли, то есть в грязи, и все были счастливы. Сейчас есть газоны искусственные, есть возможность реально по программам строить поля, улучшать их инфраструктуру. То есть все есть. Лишь бы дети приходили и занимались. То есть сейчас основная задача, на самом деле, создательных условий, и вот чтобы футбол развивался. Несмотря даже на то, что у нас в Югре климатические условия вроде как и не позволяют. Какой будет следующий шаг у Федерации футбола в преддверии сентября? Сейчас же жаркое время подготовки к сезону. Да, сейчас готовимся к сезону. Очень радует, что мы в вот этих рамках коронавирусных ограничений, они потихонечку смягчаются. У нас местное население, да, все потихоньку прививаются, как-то создаются вот условия. И я надеюсь, что дальше будет так, в таком же ритме продолжаться. Мы готовимся. У нас предстоит сейчас несколько турниров, которые мы готовили также при поддержке администрации проекта «Бюджет Сургута онлайн». Вот в сентябре состоится «Кожаный мяч». Это исторический турнир, который в свое время собирал до ста команд школьников. И мы сами в нем участвовали. Каждый год ждали сентября, чтобы попасть в сборную школы и поиграть в футбол. Вот эта площадка как раз-таки нам предоставляет возможность. И мы в этом году стартуем, возрождаем этот турнир. Сейчас отрабатываем с департамент образования, с школами, с представителями, с учителями физкультуры, которые готовят коллективы. И надеюсь, что будет отклик. И мы таким образом возродим этот турнир. Это что касается сентября. Потом, конечно же, запуск всех детских секций, футбольных. Отработка по городским турнирам, связанных с взрослым населением, среди мужчин, среди взрослых. Ну и, конечно, потихонечку в планах, в проектах на будущий год также, ну и вообще на этот, отрабатывать по соглашению. То есть с Российским футбольным союзом. Да, двигать его. И манеж, который хочется, чтобы в нашем городе появился, по нему будем, я думаю, что двигаться по проектам, по локациям, предлагать и убеждать всех причастных, всех заинтересованных, что он нужен. И как бы это вот развитие как раз-таки мы видим в этом, что нужно улучшать инфраструктуру. В этом году, кстати говоря, еще две футбольных площадки сдаются по проекту бюджет Сургута онлайн. Это на территории девятой школы, Крылова, 28, и в лесопарковой зоне 43-го микрорайона. То есть как раз-таки это парк железнодорожников, там тоже будет футбольное поле. Ну вот в этом, наверное, мы видим нашу пользу и необходимость, надобность того, что улучшение инфраструктуры, создание на этой инфраструктуре мероприятий, турниров, тренировочного процесса, чтобы больше детей могли на них заниматься, ну и местное население пользовалось. Ну, хорошо.